Итак, самое первое, что нам потребуется, это скачать какой-либо DAO или секвенсор. Кому как удобнее, но секвенсор это другое. Мы будем говорить непосредственно о DAO, о большой, тяжелой программе для создания музыки. Ну, они все, в принципе, во многом похожи, но какая-то из них более узкая или ширко специализирована на своих вопросах. Сегодня мы... Первое, с чего нам нужно начать, это скачать какое-либо DAO. Это среда для создания музыки. Она определяется какой-либо удобной для вас программой и исключительно решается только вкусовщиной. Так получилось, что я привык работать в аудишн. Но вы можете воспользоваться любым другим секвенсором или DAO, который вам будет удобен. Исключений нет и принципиальные шаги, которые мы сегодня с вами будем делать, их логика применима и переместима на абсолютно из любых возможных DAO, которые вам понравятся. Так что это не имеет смысла. Ableton, Cubase, Fruity Loops и любые другие. Неважно, хоть про Tools. Логика действий будет одинакова для всех. Единственное, что будет разным, это то, как вы будете находить те или иные VST-плагины, как вы их будете устанавливать, как будете настраивать. Это будет применимо для всех. Нюансы будут везде, но нюансы вы почерпнете из уроков в YouTube, которых огромное множество. И вам не составит труда понять, что вам необходимо сделать. Итак, первое, от чего мы будем отталкиваться, это тот став, которым я пользуюсь. Давайте начнем с того, каким оборудованием я пользуюсь, для того, чтобы понять, из чего складывается именно мой звук и из чего свой звук можете создать и вы. Первонаперво, это микрофон. Мой микрофон это ISK BM800. Это не все вот эти вот BM800, которые вот прям налево и направо разложены по 800, по 700, по 600, по 300 рублей и так далее. Нет, это оригинал. Приколюха этого микрофона в том, что у него используется специальный ремонтный капсюль для очень дорогих микрофонов. Таким образом, мы получаем микрофон за 4,5 тысячи, а взамен получаем звук, который уделывает микрофоны на уровне примерно 40 тысяч рублей. Без шуток, вы можете есть огромное количество сравнений и вы поймете, что микрофоны и за 60 и за 80 тысяч рублей порой очень сильно проигрывают данному микрофону. А я еще раз напоминаю, он стоит 4,5 тысячи рублей. Дальше мой тракт состоит из звуковой карты Steinberg UR22 MK2. Почему MK2? Во-первых, почему UR22? Потому что два разъема независимых именно под микрофоны и оба разъема имеют возможность работать с фантомным питанием, что для меня важно. Часто приходится пользоваться. Но и также помимо прочего у него есть и два разъема. Хотите вы использовать микрофонный или обычный джек 6.3 или два джека 6.3, неважно. Также, если для вас это дорого, вы можете купить звуковую карту Steinberg UR12. Эта звуковая карта имеет также два разъема, но один из них микрофонный, один из них джек 6.3. И принципиальных различий не очень много. Единственное, что в Mark2 намного мощнее внутренний процессор, который позволяет работать с большей частотой дискредитации на больших частотах. У него чуть-чуть получше чувствительность, более доработан предусилитель микрофонный. Ну и небольшие мелочи и доработки, которые вам вряд ли пригодятся и вряд ли вам нужны. Но вдруг, вдруг. Короче, UR22 Mark II это хорошо. Также, кстати, можно взять UR22 первой литерации. Особых для себя проблем вы... Ну и разницы, тем более, если вы первый раз будете покупать для себя внешние устройства. Вообще не поймете, не заметите и не вкурите, что произошло. И почему именно Steinberg, а не, например, не Focusrite. С Focusrite Scarlett 2 i2, а потом 1. И 4 i4 я работал. Это все херня собачья. Они постоянно отваливаются, постоянно слетают дрова, постоянно крашатся и так далее. Для меня это бред. Я не хочу, как говорится, зачем ебаться, если можно не ебаться. Вот, я выбрал такой путь. Немножечко докинул деньги, купил Steinberg UR22 Mark II и все. Проблемы меня миновали. Я спокойно работаю в свое удовольствие со звуковой картой. Отключал я ее за всю историю 2 раза. Первый раз, когда ее подключил. Второй раз, когда перемещал стол компьютерный. Все. Она никогда не крашилась, не было проблем. Она вполне себе хорошенечко все тянет. И, в отличие от многих звуковых, у нее есть внутренние мощности, которые на себя берут обработку многих процессов, связанных с работой в до. Таким образом, эта звуковая карта еще, помимо прочего, очень сильно разгружает компьютер на работе со звуком и обработкой. Ладно. Собственно, про свой простейший став я вам рассказал. Дальше. Что нам будет необходимо для того, чтобы начать работать с данным звуком. Дальше. Я в описании к данному ролику. Для того, чтобы вы не рылись, не искали, не качали, не мучились, не мудохались. Я вот все, о чем сейчас буду говорить, я упакую быстренько в архивчики. Положу куда-нибудь на депозиторий. И вы можете спокойно скачать по ссылке в описании все, о чем я сегодня буду говорить. О практически всем софте, который вам будет необходим. Таким образом, вы можете кстати. А вот за это не забудьте поставить не лайк, подписаться на канал, оставить в описании к ролику любой комментарий. А также подписаться на мой инстаграм и контакт, на всякий случай, если вдруг... А если вдруг? Почему бы и нет? И если видео вам оказалось полезным, если сможете поддержать меня какой-нибудь легенькой благотворительностью, пожертвовать мне немножко деньжат, все ссылки в описании и у вас на экране. А также расскажите об этом ролике своим друзьям. Мне будет приятно. Вам этого ничего не стоит. Итак, первое, с чего мы начнем, это установить Adobe Audition. Adobe Audition я предлагаю Creative Commons. Это уже готовый, почти лицензионный. Вот. Я призываю вас покупать исключительно лицензионные программы, ничего не пиратить. Воровство это плохо, мы осуждаем воровство, но не забывайте о том, что практически все вышеперечисленные программы можно абсолютно официально и легально купить на торрент-трекерах, где вы сможете заплатить непосредственно автору. Что ж, мы начинаем с установки Adobe Audition. Вы следуете всем указаниям, что будут там написаны. И в конце концов перед вами откроется вот такое вот окно. Вот этого всего у вас не будет. После того, как вы установили Adobe Audition, это будет непосредственно наш до. Что мы делаем дальше? Если у вас есть программа для стриминга, пожалуйста, вот Streamlabs OBS, которым пользуюсь я. Но вы можете вот, вот моя Streamlabs OBS. Вы можете пользоваться любой другой OBS, OBS Studio. Также абсолютно все делается точно так же. Та же самая навигация. Не парьтесь, все будет точно так же. Первонаперво, что мы ставим? FabFilter Pro Q2. FabFilter Pro Q2 это очень сложный, кайфовый, навороченный и охренетительный. Просто великолепный эквалайзер с огромным количеством всяких настроек. Безумная штука. Очень безумная штука. Сейчас еще вышло следующее, но вам хватит и Pro Q2. Просто Pro Q2 это то, что нам нужно. Я не помню, какая из этих версий работает. Попробуйте ту или ту. Я не знаю. Правда, я не помню. После того, как вы поставите FabFilter Pro Q2, вы должны понимать, что... Дальше. Плагин Альянс. Здесь нам нужна практически все... Ну, вообще, можете поставить в библиотеку только BrainWorks. В библиотеке BrainWorks есть вот эта вот штука. Плагин Альянс MagEQ4. MagEQ4 это очень-очень-очень крутой эквалайзер. В свое время. И до сих пор он... До сих пор творит чудеса. За магами многие бегают. Их покупают в железном варианте. Они очень крутые. Настоятельно рекомендую. Для нас он очень важен. И вы поймете почему. После чего... После того, как мы поставили плагин Альянс, мы приходим к Waves. В Waves вообще, в принципе, вся основа нашего звука сегодняшнего будут в плагинах от Waves. Плагина от Waves. Здесь есть... Это установка при помощи SimLink ссылок. Здесь вы найдете все, что вам необходимо. Как установить, что установить и так далее и тому подобное. То есть, вы не заблудитесь. Ставьте. Если вы хотите гайд отдельно по каждой установке, отдельно по каждому нюансу, пишите в комментарии к ролику. Обязательно лайкайте те комментарии, которые понравились вам. И по... Под комментариями... По комментариям, которые наберут больше всего лайков, я сниму отдельные видео, которые разъяснят непонятный вам вопрос. Ну, или если вообще у вас есть идеи, не забывайте писать о них в комментариях к данному ролику. Перед этим поставив лайк, подпишавшись на канал. И если есть желание помочь каналу. Едем дальше. После того, как вы установили плагины от Waves, мы ставим вот эту вот великолепную штуку. Называется она Virtual Audio Cable. Что такое Virtual Audio Cable? Virtual Audio Cable это штуковина, которая позволяет нам транслировать звук практически в любую точку, не имея дополнительного оборудования. Что я имею в виду? Имею в виду в то, что каким образом бы вы не подключали свой микрофон напрямую в звуковую карту, при помощи внешней звуковой карты или любой другой, один хрен вы будете пользоваться ISO, ASIO драйверами. ASIO драйверы, как и любые другие мультимедиа драйверы, они как правило используются той или иной программой монопольно. То есть та программа, которая обращается к ASIO драйверам, полностью монополизирует использование данной программы. И эта программа, ASIO дрова, они непосредственно больше никак не могут распространять свой звук и дублировать его. Таким образом, у вас из ASIO звук посылается сразу же напрямую. Кстати, ASIO драйвер вы просто вбиваете ACIO и это абсолютно бесплатно распространяемые драйвера. Если таковых нет, пожалуйста. Если у вас этих дров нет, качайте бесплатно. Если у вас какое-то внешнее аудиоустройство, то ASIO, скорее всего, там проточено и специально под это данное устройство. Так что проблем у вас не будет. Что такое, еще раз, Virtual Audio Cable. То есть таким образом, мы берем звук из ASIO, засылаем его в... Господи... Засылаем его обратно. Ну, засылаем его в... Блядь. Мы берем звук из ASIO. Засылаем его в наш DOF. То есть в наш Adobe Audition, по моему примеру. И Adobe Audition уже данный сигнал, обработанный уже через все, высылает на LINE вот этот вот самый Virtual Audio Cable. Таким образом, звук мы при помощи нашего Streamlabs будем забирать при помощи Virtual Audio Cable. При этом Virtual Audio Cable позволяет вам не слышать себя постоянно в наушниках. Потому как для того, чтобы иметь потоковую обработку звука, вам приходится... Короче, мы сейчас к этому придем. Короче, Virtual Audio Cable важно поставить. Вот перед вами два инсталлятора. Вот Setup Xe это для... Если у вас X86, архитектура процессора. Если 64-й X64, ну, версия операционки, если быть точным. Ставите Setup X64. Поставили, все сделали, молодцы. После чего все зарегистрировали, везде все прокрякали, все, что нужно, сделали, купили лицуху, вообще вот все, короче. Прокряканье-то я говорю как удочка, а не про то, что вы могли подумать. После чего мы заходим... В куда? Правильно, в Adobe Audition. Здесь мы заходим в Edit, Preference, вот. И так, подожди, нет. Вот, Effect Audio Plugin Manager. Мы зашли в Audio Plugin Manager, и здесь что нам нужно сделать? Здесь мы берем и вот сюда нажимаем папочку Add. Смотрите, вы точно сейчас понимаете... Короче, вам нужно вот обратить внимание непосредственно вот только на эти папки, и они 100% у вас будут работать. То есть, еще раз. Смотрите. Вы нажимаете кнопочку Add и переходите через все папки, доходите до C. Ну, типа, место, где у вас стоит Windows. C, Program Files, VST Plugin. Это раз папка, это для 64-разрядной папки, и C, Program Files, X86, VST Plugin. Отлично. Дальше. Мы должны понимать, что у нас еще, помимо прочего, есть еще C, Program Files, VST Plugin Brainworks, Elysia SPL. Это как раз-таки касается MAGRA. Это вот плагин Альянс. Вейвс сразу же обнаружится. И затем нажимаем кнопочку Scan, и у вас все вот это найдется. Сразу предупреждаю, времени пройдет много. Перед тем, как это все поставится. У вас будут вылетать всякие фразочки, какие-то непонятные, типа, вот, что-то там не найдено и так далее. Просто нажимаете красный крестик и идете дальше. Все нормально встанет, все будет работать. После чего у вас вот будет, по сути, вот, по логике, вот, working, 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 все. Все будет работать. Все приложения, которые от Apple Audition, с которыми не сможет работать, он их автоматически заблокирует, отключит и работает. С ними не станет. После чего нажимаем кнопочку ОК, и все станет хорошо. Давайте начнем с того, что нам нужно назначить вход и выход звука. Вот сюда переходим, стрелочки, и выбираем вот здесь. Вот нажимаем вот сюда на стрелочку входа, и нажимаем Audio Hardware. Что мы здесь видим? Здесь мы видим MME. ASIO, MME и Wasabi. Предлагаю вам установить все-таки MME. Не для многих подходит, но я вам советую поставить просто MME. Сделайте так, это заработает сразу. Здесь мы, Default Input, мы выбираем именно устройство ввода звука. Откуда мы будем звук забирать? У меня это Steinberg QR22, у вас может быть что угодно. Для того, чтобы выводить звук непосредственно на OBS, мы выбираем Line 1 Virtual Audio Cable. Для того, чтобы настроить звук, мы выбираем опять же то устройство, с которого мы забираем звук, чтобы на это устройство звук и выводился. Таким образом мы будем слышать то, что происходит. Я установлю так, как у меня и было. А, кстати, еще по поводу задержки. Смотрите, по поводу задержки Latency. Задержка это штука, которая отвечает за то, насколько звук будет сильно запаздывать между произнесенным вам и воспроизводимым устройством. Таким образом, чем меньше задержка, тем больше нагрузка на процессор. И при этом, если ваш процессор слабенький, то звук будет рассыпаться, крошиться и вообще превращаться в говно. Поэтому задержку предлагаю увеличивать. Все это вы услышите, когда начнете прослушивать и настраивать свой звук. Это все абсолютно сразу же становится понятно. Вот, я бы вам советовал задержку ставить не более 150 миллисекунд. Почему? Даже уже при 150 миллисекундах уже ощутима задержка. Но при этом, когда вы работаете с ОБС, задержка между вашими губами и звуком будет минимальной. И согласитесь, уж лучше пусть будет качественный звук, но при этом небольшой рассинхрон, чем качественный звук. Но при этом, типа, не качественный звук, но зато типа синхронно. Понятно, что это нахер никому не надо. И это все абсолютно логично. Ну и понятно, да. Короче, у меня 60 миллисекунд. У вас может быть стоять что угодно и сколько угодно. Нажали ОК, поехали. Здесь выбираем, что у нас будет по входу. У меня по входу моносигнал с линией и выход на стереосигнал Line 1 Virtual Radio Cable. Для того, чтобы нам прослушивать звук, мы нажимаем кнопочку R. Это подготавливает наш канал для работы к записи. И нажимаем I для того, чтобы уже непосредственно прослушивать сигнал, который получился на выходе. Именно это позволяет нам в ОБС заводить уже непосредственно звук. Я отключу у себя эти кнопочки, потому что у меня уже есть один канал, который создает этот звук. Дублировать его, а хотя в принципе, ну ладно, не, не надо. Или хотя, ага, давайте. Короче, сейчас будет тихо. Все. Вот так звучит мой голос вообще без всякой обработки. Что нам нужно сделать и что нам нужно установить? Какие приложения нам нужны? Мы все приложения уже поставили, установили. Вопросов уже ни у кого не имеется, никто не парится. Первым, что мы ставим, это FAB-фильтр PRO-CU-2. Где мы его находим? Смотрим. У вас такой проблемы не будет, потому что вы все установите как нужно. Что такое FAB-фильтр? FAB-фильтр это огромный сложный эквалайзер, который по сути вам поможет вырезать все резонансные частоты. Что такое резонансные частоты? Каждый микрофон имеет свои какие-то частоты, на которых он заводится, либо херовничает. Точнее объяснить не смогу. Я не настолько из звуковой технологии. Я абсолютно обыватель, просто знаю немножечко больше, чем все. Чем многие, скажем так. О том, как находить и вырезать резонансные частоты, если хотите видос от меня, пишите в комментариях тот комментарий на вопрос, который соберет больше лайков. Я сниму по нему видео. Если сильно будете просить, можете еще писать еще куда-нибудь. А так, видео про то, как находить и слышать резонансные частоты достаточно много в интернете, в том же YouTube. Пожалуйста, ищите, находите. Проблем не будет. Проку-2 к вашим услугам. Что мы делаем дальше? После того, как мы вырезали все резонансные частоты и наш сигнал уже подготовлен для того, чтобы стать лучше, мы находим компрессор, наш первый компрессор и называется он Waves AirVox. Смотрите. ВСТ-3, Dynamics, Waves. И здесь мы находим AirVox. Я вам советую использовать AirVox Stereo. Итак, AirVox Stereo. Что это такое? Это очень-очень простой, но очень крутой компрессор, который сразу работает с голосом, который проточен под голос и делает это хорошо. Есть вот этот вот ползунок компрессора. Чем ниже вы его ведете, тем лучше, чем больше усиливается ваш голос. Но ваш голос усиливается именно, самые тихие звуки усиливаются до нормы, которую вы, собственно, установите. Вот. Как видите, вот здесь вот красная штуковина скачет, значит компрессор работает. Все. Пусть будет это так. Что такое крутилка гейн? Гейн это когда вы усилили настолько, что вам комфортно, но при этом на выходе у вас звук искажается. Вы просто крутилкой гейн потихонечку поджимаете голос, и он становится как бы таким же компрессированным, но чуть-чуть тише. Таким образом вы снижаете порог, точку, до которой нужно компрессировать, и звук будет лучше. Что нужно дальше? Нам нужен эквалайзер. Эквалайзер я первый, который советую использовать. Это из пакета Waves Manny Merquin Equalizer. Manny Merquin это очень крутой звукорежиссер. Как раз вот по его железкам сделали вот самые популярные... Короче, это приложение сделано исключительно из его железок. Вот это вот все, вот это вот все, разные железки. По каждым частотам определенной железки он используется. Короче. Басы. Нижняя середина, высокая середина, высокие частоты. Здесь C, C и вот это вот все яркое. Вот здесь находится тело вашего голоса. Вот здесь находится, скажем так, чуть выше высокой басовой составляющей. Вот это абсолютный бас. Это как раз вот то, что бубнит на радио. Вот это вот бу-бу-бу-бу-бу. Как настроить, короче, смотрите, слушайте. Это все настраивается на слух. Если хотите отдельный гайд по этому делу, пишите в комментарии. Найдем кому-то сэмпл, чем-то настроим. Я объясню, как это работает. Следующий эквалайзер-компрессор, который мы будем использовать, это эквалайзер уже из пакета плагин Альянс. Называется он Mac EQ4. Mac EQ4 это очень крутая штуковина. Кстати, советую сразу подобрать немножечко по громкости. Почему? Здесь в маге мы выбираем 40 кГц и нажимаем Air Gain по максимуму. Теперь вы слышите, что мой голос стал немножечко ярче. Прям вот прям в нем появился какой-то воздух, прям какая-то радость и пространство. Давайте я его чуть погромче сделаю, чтобы было ощутимее. Вот. И вот этого уже, то есть чуть-чуть мы поработали с компрессором, чуть-чуть, так, давайте подберу чуть-чуть. Чуть-чуть мы поработали с компрессором, чуть-чуть мы поработали с одним эквалайзером, со вторым эквалайзером, плюс еще. Фаб-фильтром убрали все резонансные частоты. Это уже позволит сделать из вашего голоса просто невообразимую конфетку, даже имея не особо хороший микрофон. После чего, вот вы прослушали, вам понравилось, вы довольны звуком, вот здесь вы уже поменяете, что вот здесь опять же переходите в Audio Hardware, выбираете там из исходного устройства Virtual Audio Cable, все, и весь этот звук уже вы не будете себя слышать, то есть эхо у вас не будет с задержкой, ну и весь этот звук будет напрямую отправляться в вашу OBS, и вот здесь захват выходного аудиопотока сразу же будет у вас на глазах. И все, кроме вас, будут слышать этот звук, этот прекрасный, великолепный, ваш любимый, неподражаемый, созданный вами специально для себя звук. Вот, то есть опять же, давайте послушаем, вот так вот, вот так вот, блин, звучал мой голос вообще без всяких каких-либо обработок, после чего мы поставили компрессор, где мой звук стал немножко плотнее, поставили эквалайзер, и затем накинули второй эквалайзер, и получилось вот то, что то, что получилось. Вот, это простейший способ, как вы можете настроить свой голос и сделать звук своего голоса круче. Да, на первый взгляд это звучит томно, неудобно, сложно, как-то невероятно, просто невообразимо, но я вас уверяю, один раз вы это сделаете, во второй раз проблем у вас уже не будет. И каждый раз, когда вы просто будете включать аудишн, кстати, еще хочу вам сказать, смотрите, вот после того, как вы все вот это вот настроили, вы нажимаете вот сюда, Save Effect Rec as a Preset, сохранить эффекты данного река в пресет, то есть в отдельный пресет. Вы можете нажать Save, и здесь назовете его как-нибудь, вот у меня, например, есть вот стрим BM800, стрим вещания, стрим эквалайзер, каст интервью, Xiaomi, UE и так далее, вот постобработка звука стримов и тому подобное. То есть у меня достаточно пресетов, я просто запускаю, включая нужный мне, и оно сразу же работает. Вам советую сделать то же самое, и таким образом вы просто нажмете файл, открыть, выберите файл с вашим стримом вот этим вот, и все, и все будет работать. Ну то есть вот так вы сохраните пресет, а вам еще нужно сохранить еще Save, выберите место и все. Вот таким вот образом достаточно несложно, потратив буквально час на все, что я вам сказал сейчас. Ну, на поиск резонансных частот у вас уйдет, только отдельно на это у вас уйдет примерно час, еще с двумя перекурами. Это сложно, но, ребята, это того стоит. То есть убрав резонансные частоты и все вот эти вот косячные, вы сделаете свой звук намного лучше, намного качественнее, и вам не придется бороться с этим делом потом. А каждый раз, когда вы будете крутить крутилки эквалайзера, вы будете на эти резонансные частоты так или иначе напарываться, и ваш микрофон будет заводиться. Это плохо. А то, что мы сделали с вами сегодня, это хорошо. Я понимаю, что это все очень вкратце, очень скользь, но поймите, досконально, если бы я сейчас делал бы разбор, мы бы все это дело растянули бы часа на 4, где час из которых я бы искал бы только резонансные частоты, чтобы вы понимали, как их искать, и как они звучат, и типа как определять резонансные и нерезонансные частоты. Такие дела. Если этот стрим для вас был полезен, если этот ролик был для вас полезен, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, там же оставить свои комментарии. Если хотите помочь проекту и поблагодарить меня, все ссылки в описании к данному ролику. Мне будет очень приятно. Расскажите о данном ролике своим друзьям. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Если у вас есть отдельная тема, которую вы хотели бы, чтобы я разобрал, пишите в комментариях данную тему. Если ее пролайкает достаточно человек, я сниму по этой теме отдельное видео. А на этом все. Желаю вам удачи, добра, успехов, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока.